Всем здравствуйте и добро пожаловать на Cozy Science, Cozy Наука или просто такая наука, где наука так же приятна, как ваше любимое одеялко холодным вечером. И как раз-таки сейчас пришла осень, и можно уже укрываться. Сегодня у нас эпизод номер 73. И сегодня мы углубляемся в тему, которая столь же обширна и взаимосвязна, как и весь мир, в котором мы живем. Наша меняющаяся природа или наша меняющаяся окружающая среда. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какие такие мелочи, как паук, например, в лесу или планировка наших городов могут оказать огромное влияние на нашу жизнь? Что ж, сегодня мы собираемся исследовать, как непосредственное изменение климата влияет на все. От наших электросетей до новых видов тарантулов. И что это потенциально может значить для нашего будущего. Но перед тем этим, у вас есть немного времени сбегать за кофейком, чайком. После заставки мы начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, кстати, не стоит забывать, что сегодня понедельник. Поэтому хорошей всем недели заранее. Надеюсь, вы провели прекрасное сегодняшнее утро. Но не будем отходить. Давайте начнем с того, что может вас удивить. С крошечного тарантула, который заставляет ученых задавать серьезные вопросы о будущем нашей планеты. С исследованием номер один. И да, тоже небольшое отступление. У нас будет сегодня семь исследований. Так вот, исследование номер один. Недавно исследователи обнаружили новый вид тарантула. Но есть небольшая загвоздка. Это маленькое существо может стать одним из первых, кто в перспективе может вымреть из-за изменения климата. Обитающий в очень специфической среде, этот тарантул, чтобы выжить, полагается на тонкий баланс температуры и влажности. Но из-за того, что наш климат меняется так быстро, маленький клочок земли, который он называет своим домом, вскоре может стать непригодным для его жизни. Это суровое напоминание о том, что даже самые маленькие существа тесно связаны со здоровьем нашей планеты. И вопрос здесь не только в спасении одного вида, но и в понимании последствий изменения климата для экосистем во всем мире. Теперь давайте перейдем от крошечного к масштабному. Поговорим о том, что затрагивают миллионы людей каждый день, о нашем энергоснабжении. Исследование номер два. Экстремальные погодные явления становятся все более распространенными, а вместе с ними возникает угроза массовых отключений электроэнергии, или так называемые «блэкауты». Но что, если бы мы могли распределить риски по разным регионам, чтобы предотвратить эти отключения? Исследователи из Стэнфордского университета изучали, как непосредственно взаимосвязанные электросети могут распределять нагрузку и снижать вероятность перебоев в работе во время экстремальных погонных условий. Представьте это следующим образом. Это как некоторая группа людей, которые делают расходы, или которые делят даже расходы на большой ужин. Когда все участвуют, нагрузка на одного человека становится легче, неправда. И эта идея разделения рисков может стать ключиком к тому, чтобы мы продолжали работать, поскольку климат продолжает бросать вызов нашей инфраструктуре. Поэтому очень надеемся, что совсем скоро те, кто занимается этим, займутся этим более упорно и более продуктивно, и будет действительно это все работать. Но пока мы говорим о последствиях изменения климата, давайте еще коснемся того, что беспокоит многих из нас, а это повышение уровня океана или моря с исследованием номер 3. На этом фронте есть как хорошие, так и плохие новости. Недавнее исследование показало, что самые оптимистичные прогнозы повышения уровня моря могут оказаться маловероятными. Хотя это может звучать как некоторое облегчение, это не значит, что все в порядке. Уровень моря продолжает повышаться просто не так резко, как предсказывали некоторые модели ранее. Какой здесь важный вывод? Что ж, нам по-прежнему необходимо действовать для защиты уязвимых прибрежных сообществ и экосистем. Но, к счастью, у нас есть немного больше времени для внесения этих изменений, чем мы думали ранее. Теперь давайте перейдем от океанов к нашим городам и поговорим о том, как сам дизайн наших городских районов может усугубить последствия наводнений. С исследованием номер 4. Городские уличные сети и степень тяжести наводнений. Знаете ли вы, что планировка наших улиц и плотность застройки городов на самом деле могут усугубить последствия наводнений? Исследователи из Калифорнийского университета вырывая не обнаружили, что определенные схемы улиц и плотность застройки могут задерживать воду, что приводит к усилению наводнений во время сильных дождей. Это все равно, что пытаться слить воду в частично засоренную канализацию. Чем больше предспятствий на пути, тем больше воды поступает обратно. И это исследование показывает, что городское планирование должно адаптироваться к нашему меняющемуся климату, чтобы предотвратить будущие стихийные бедствия. Поэтому, строители, урбанисты, ваше время сиять. И ваше время делать не только красивую архитектуру, но и чтобы это было действительно практично. И, кстати, говоря о городах, загрязнение окружающей среды – еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются многие из нас. В принципе, о чем мы сегодня говорим целый день. Но что происходит, когда только богатые могут позволить себе избежать этого? Исследование номер 5. Исследование, проведенное Ланкастерским университетом, показало, что хотя загрязнение окружающей среды вынуждает семьи переезжать в более здоровые районы, в основном это могут позволить себе только богатые или обеспеченные люди. И, к сожалению, это создает большой разрыв, при котором те, у кого меньше, скажем так, ресурсов, остаются в более загрязненной и менее здоровой окружающей среде. Это даже, скажем так, отрезвляющее напоминание о том, что изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды часто сильнее всего сказывается на более уязвимых своих населения. Поэтому те, кто планирует законы и те, кто распределяет финансы, давайте тоже работать вместе. Мы вроде бы спасаем людей всех. Или, по крайней мере, стараемся. Али, они не делаем просто вид. Да ведь? Ну, в любом случае, так, что делать для решения этих серьезных проблем, давайте поговорим как раз-таки непосредственно о политике в области климата. Исследование номер 6. В течение последних двух десятилетий ученые оценивали, какая политика в области климата работает лучше всего. Это довольно новаторское исследование, проведенное под Дамским институтом, показало, что политика, продвигающая возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, оказалась наиболее успешной в сокращении выбросов углекислого газа. Однако, они также пришли к выводу, что для достижения глобальных климатических целей необходимо более агрессивные действия, скажем так. Это говорит нам о том, что, хотя мы и на правильном пути, впереди еще долгий путь. И, наконец, давайте коснемся нового подхода к принятию экологических решений, которые ставят права человека, скажем так, в самый центр. Исследование номер 7. Принятие экологических решений и права человека. Ученые призывают к обновлению методов принятия экологических решений, предполагая, что права человека должны быть ключевым фактором. Такой подход обеспечит, чтобы действия, предпринимаемые для защиты окружающей среды, также защищали права и благополучие людей, особенно в уязвимых сообществах. Как видите, эта статья плюс-минус связана с тем, что было в статье, не помню какую, по номеру, где мы говорили про переезды только для богатых людей в здоровые территории. И здесь речь идет о признании того, что окружающая среда и права человека на самом деле тесно взаимосвязаны, что защита одного из них никогда не должна осуществляться в ущерб другому. Ну, как обычно, вы можете спросить, почему все эти исследования так важны. Что ж, они показывают нам, что изменение климата – это не просто научная проблема, это проблема человечества, от крошечных тарантулов до целых городов. Наши сегодняшние действия будут определять мир, в котором мы живем, и в котором мы будем жить и завтра. И, конечно же, понимание этих взаимосвязей – это первый шаг к принятию обоснованных решений, которые принесут пользу как планете, так и ее жителям. И небольшой вопрос, на котором стоит задуматься. Как, по вашему мнению, изменение климата влияет на вашу постепенно жизнь? И какие небольшие изменения вы можете внести, чтобы сделать планету более здоровой? Поделитесь своими мыслями, а я поделюсь своими прямо сейчас. Значит, первая часть вопроса – как, по моему мнению, изменение климата влияет на мою постепенно жизнь? Ну что ж, в основном я работаю онлайн, поэтому электричество мне очень нужно. Во-вторых, я пью довольно много кофе, и если изменение климата будет происходить, то производство кофеина потенциально будет уменьшаться, что тоже повлияет на мою постепенно жизнь. И насчет второго вопроса, точнее второй части, какие небольшие изменения я вношу или могу внести, чтобы сделать планету более здоровой? Ну что ж, во-первых, это разделение мусора. Разделение мусора, мне кажется, это крайне хорошая вещь. Во-вторых, экономия энергии. Не нужно заряжать телефоны каждую секунду, каждый день. И держать компьютеры заряжаемым целый день тоже – это не очень хорошо. И в-третьих, па-па-па-пам, пам-пам-пам, ну, скорее всего, переход на какие-то эко-технологии. Например, в будущем мне бы хотелось бы действительно создать, построить дом или построить квартиру и использовать солнечные батареи, которые считаются более эко-дружелюбными. Что насчет вас? Ну и, конечно же, небольшой совет. В следующий раз, когда вы задумаетесь о своем влиянии на окружающую среду, помните, что даже небольшие изменения, такие как экономия энергии или поддержка так называемой зеленой политики, могут привести к значительным изменениям. И прежде чем мы закончим, давайте совершим небольшое путешествие в прошлое с нашим сегментом в этот день. В 1965 году телефон Trimline, который сделал набор номера более удобным, стал доступен широкой публике. То есть Trimline – это как раз-таки где вот этот вот старый телефон с проводком, где можно было набирать номер. А в 1938 году на рынке появилась первая зубная щетка с нейлоновой щетинкой, изменившая наш подход к уходу за зубами. И эти инновации напоминают нам о том, как развивается технология, чтобы соответствовать нашим потребностям. Точно так же, как мы должны совершенствовать наш подход к борьбе с изменением климата. В остальном, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это исследование того, как непосредственно меняется наш мир и что мы можем с этим сделать. В остальном, оставайтесь уютными, в курсе событий, как обычно, оставайтесь любознательными. И в остальном, мне не терпится поделиться с вами более увлекательной наукой в следующий раз. Хорошего всем понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok